Туры выходного дня в Москву и какой у нас план нашего вебинара. Мы рассмотрим какие есть туры, либо экономичные туры, либо классические туры в Москву. Также познакомимся с отельной базой, которая присутствует в рамках тура выходного дня. Я расскажу уже, это моя коллега расскажет, я уже более подробно расскажу, как найти тур выходного дня, как их забронировать. И расскажем про акции, которые действуют сейчас на данный момент на туры выходного дня. И про новинку нашу, можно так сказать, автотуры. И вкратце я расскажу, что у нас есть еще параллельно праздничные туры на февраль, на март, готовим далее на майский. То есть вкратце вот так наша программа будет выглядеть следующим образом. Как я уже сказала, сегодня у нас вебинар необычный. Мы пригласили представителя принимающей компании Екатерину Гайдук. И она более подробно нам расскажет, какие же есть туры в Москву, что интересного, какие достопримечательности посещают туристы во время этих туров. Ну и в принципе, я предлагаю предоставить слово уже Екатерине, и она уже нам все более подробно расскажет. Екатерина, ждем вас в эфире. Так, ждем Екатерину. Доброе утро, уважаемые. Я пока включаю, да, камеру? Доброе утро, как меня слышно? Коллеги, видно ли меня, слышно? Поставьте, пожалуйста, ваши плюсики. Ага, хорошо. Не слышно, мне говорит Татьяна. Так лучше? Я стараюсь микрофон поставить как можно ближе. Коллеги, еще раз, пожалуйста, дайте мне знать, как слышно и как видно. Все замечательно, мне пишут, да? Значит, мы с вами можем начинать. Я представляю, как уже сказала Татьяна, принимающего туроператора в Москве. Мы уже более 25 лет занимаемся организацией туров, как для иностранцев, так и для русских в Москве, в Москве и Санкт-Петербурге. Но мы сегодня с вами будем говорить про Москву. Туры самого разного формата. Сегодня мы с вами будем говорить именно про сборные туры, туры выходного дня. Они ориентированы на самую разную аудиторию, и это классические экскурсионные туры, более легкая версия, которую мы как бы объединили в группу экономичные туры. Есть туры более насыщенные в плане экскурсионной программы. Это наша классика, золотая классика. Есть туры для родителей с детьми, семейные уикенды. И есть программы, которые тоже относятся к групповым сборным турам. Это наш продукт, который мы называем «Москва день за днём», в котором, в принципе, туристы могут присоединиться к программе в любой выбранный день недели. И таким образом, это такая самая гибкая форма организации туристического продукта. Но об этом мы с вами поговорим позднее. А сейчас я начну с наших экономичных туров. Первый тур, который я вам хочу представить, называется «Московский экспромт». Это самый бюджетный тур. Стоимость за два дня, одну ночь начинается от 3 800 при размещении в двухместном номере. В программе тура, тур начинается в субботу, это с субботы по воскресенье программа. В программе тура обзорная экскурсия по Москве и посещение Красной площади и территории Московского Кремля. Это мы смотрим в субботу. В воскресенье – это свободный день. Говоря про такую совсем базовую программу, нужно обязательно сказать про то, какие объекты мы смотрим во время обзорной экскурсии. Конечно же, это все самые основные туристические достопримечательности и самые красивые центральные улицы Москвы. Обязательно мы проезжаем по Бульварному, по Садовому кольцу, по Тверской улице, смотрим Большой театр, видим Манеж, проезжаем Сталинские высотки, о которых в Москве, как мы знаем, семь, Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Храм Христа Спасителя. Смотрим экстерьер Новодевичьего монастыря и знаменитый Лебединый пруд у его стен, Воробьевы горы, смотровую площадку, Лужники, здание МГУ, небоскребы Москва-Сити и многое-многое другое. В завершение обзорной экскурсии мы приезжаем в центр и туристы проводят, имеют прогулку по Красной площади, смотрят внешний собор Василия Блаженова, панораму Кремля, фотосессию с Софийской набережной. И в продолжение экскурсии идет посещение непосредственно уже самого Московского Кремля и осмотр достопримечательностей. Кремль Московский – это уникальный памятник архитектуры, начиная с 15 века. Это очень историческое место, храмы, палаты, царские дворцы, царь-колокол, царь-пушка и, конечно же, основные соборы – Успенский, Архангельский и Благовещенский. Эта программа начинается в 10 утра в субботу и заканчивается в центре города в 14.15.00 и предполагает самостоятельное возвращение в гостиницу для того, чтобы вторую половину дня туристы могли провести в центре города и продолжить осмотр и прогулку. Вот такая программа. Вроде бы всего лишь два дня, один день с основными достопримечательностями, второй день для самостоятельного осмотра. Следующий тур – это прогулка по Москве. Это программа с заездом в пятницу, с пятницы по воскресенье. Стоимость от 5705 рублей за размещение в двухместном номере на человека. В программе. Программа, в принципе, аналогична московскому экспрунту. Разница в том, что в этой программе уже два свободных дня для тех, кто хочет побольше времени посвятить Москве. Экскурсионная программа также приходится на субботу. Экскурсионная программа с нашим транспортом и гидом пятница и воскресенье – это свободный день. Следующая программа – «Московский уикенд». Это программа также с заездом в пятницу, но это уже четырехдневная программа с пятницы по понедельник. В пятницу у нас предлагается вечерняя обзорная экскурсия по Москве, помимо обзорной экскурсии, которая стандартная и стоит в субботу с посещением Красной площади и Кремля. В пятницу туристы смотрят Москву ночную. И ночная Москва – это совершенно как будто бы уникальный и другой город. Это на самом деле город, который никогда не спит. И он в ночные часы при вечернем освещении с этой такой красивой, завораживающей иллюминацией становится особенно привлекательным. И обязательно мы смотрим столицкие высотки, которые с ночной подсветкой выглядят совершенно особенного. Гум, украшенный более 30 тысячами лампочек. Новый Арбат, небоскребы Москва-Сити. И в летние месяцы эта программа «Автобусная вечерняя» продолжается также экскурсия на теплоходе. Центральная прогулочная линия Москвы – это водная линия. Это маршрут по всему центру столицы от Новоспасского моста до Воробьевых гор. Это где находится университет. И возвращение обратно к Новоспасскому мосту. И, собственно, вы, туристы, смогут посмотреть наши достопримечательности. Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, который вы видите на экране сейчас. Памятник Петру на стрелке Москвы-реки и многое другое. Все это уже они смогут увидеть с воды при вечерней подсветке. В общем, это очень красивая экскурсия. Вопрос, отвечу, это проживание, это без проживания цены? Нет, это цены, все цены указаны с проживанием. Цена указана за программу на базе размещения в двухместном номере на человека. Вот здесь указано, что это все на базе половины двухместного номера. Итак, продолжим. Собственно, с экономичными турами мы закончили. Давайте, коллеги, я вижу вопрос, в каком объекте проживание. У нас для сборных туров предлагаются несколько гостиниц, которые расположены на северо-востоке Москвы. Я чуть позже, давайте после того, как закончу рассказывать про наши программы, мы как раз перейдем к объектам размещения, и я все подробно расскажу. Итак, с экономичными турами мы с вами закончили. Экономичные туры – это программа с базовыми достопримечательностями, обзорной экскурсии Красной площади и Кремлем, и разным количеством свободных дней. Да, есть двухдневная программа, как я сказала, Московский экспромт, есть трехдневная, есть четырехдневная. Далее классические туры. Классика отличается более насыщенной экскурсионной программой. Значит, давайте так мы сделаем. Я немножко пролистаю вперед, потому что про программу «Москва день за днем», в которой есть возможность присоединиться в любой день недели, не только на выходные дни, но и начиная с понедельника по воскресенье, в любой день недели возможен заезд. Про эту программу я расскажу чуть позже. И программа «Московская история» я тоже отложу на конец презентации, потому что это тоже такой наш уникальный продукт и тоже некий конструктор, в котором можно варьировать количество дней. Итак, переходим к классике. Первая программа, про которую я расскажу, называется «Выходные в Москве». Цена с размещением на человека от 5-500 рублей за два дня. В этой программе, помимо нашей обзорной экскурсии, посещения Красной площади и посещения Московского Кремля, мы также смотрим музей-усадьба Царицыно. Царицыно – это очень красивый дворцово-парковый ансамбль, находится на юге столицы. В ходе экскурсии туристы посещают эту императорскую резиденцию, которая была построена для Екатерины Великой во второй половине XVIII века. И во время экскурсии мы знакомимся с историей строительства, с её судьбой, смотрим архитектуру, смотрим изделия народных мастеров из коллекции музея-заповедника, которые представлены в залах хлебного дома. Царицыно сам по себе объект очень красивый, по нему можно гулять часами. Это огромный парк, это восхитительный дворец, это место для очень красивых фотографий. На программу заложено примерно половина дня, езд в 10, я имею в виду посещение Царицыно, и окончание экскурсии в гостинице где-то примерно в 15.00. То есть это полностью автобусная экскурсия с выездом на автобусе из гостиницы, с возвращением в гостиницу на автобусе. Следующая программа называется «Московский сюжет». В «Московском сюжете» это уже три дня, заезд также в пятницу, пятница, суббота, воскресенье, цена 9.055 рублей, это минимальная цена за человека в двухместном номере с размещением. В программе помимо обзорной экскурсии Кремля и Царицыно мы ещё смотрим Третьяковскую галерею. Собственно, эта программа в пятницу как раз и начинается с экскурсии по Замоскворечью. Экскурсия по Замоскворечью продолжается экскурсией в новую Третьяковскую галерею. Экскурсия по Замоскворечью. Замоскворечья – это исторический район старой Москвы. Тоже очень такой колоритный, купеческий, красивый, настоящий заповедник под открытым небом. Один из немногих таких районов Москвы, где очень сильно ощущается дух старого города. Во время экскурсии туристы узнают, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея. Любуются купеческими особняками, храмами. И дальше это городская пешеходная, часть экскурсии приходит в экскурсию в новую Третьяковскую галерею. Это отделение Третьяковской галереи, которое расположено на Крымском валу. Огромное количество шедевров. Малевич, Маршагал, Кандинский и многие другие. В составе музея более 5000 произведений искусства XX-XXI века. Русский авангард, андеграунд, социалистический реализм, сюрреализм, новейшее течение. С кидом очень интересная познавательная экскурсия. Этот день, пятница, начинается в 11 от гостиницы, заканчивается в обед примерно в 14-15 в центре города. Заканчивается непосредственно в районе, который близок ко всем достопримечательностям, откуда можно и пешком дойти до Красной площади, и до Арбата, и на станции метро. Есть возможность продолжить день самостоятельным знакомством со столицей. Второй день, суббота, это обзорная экскурсия традиционно. Это Красная площадь и это Московский Кремль. Третий день, это воскресенье, посещение усадьбы Царицыно. Про Царицыно мы с вами уже поговорили в предыдущей программе. Воскресенье, половина дня, экскурсионная программа, возвращение в гостиницу, также на автобусе. То есть это полностью автобусный день. Следующая программа называется «Покажите нам Москву москвичи». Это уже четырехдневка, с пятницы по понедельник. В программе добавляется экскурсия вечерняя обзорная от небольшого города. Это пятница. Вечерняя обзорная экскурсия у нас в этих сборниках выходного дня всегда по пятницам. В общем-то, уже мы про все объекты достаточно поговорили. Пятница – это вечерняя обзорная экскурсия. Суббота – это традиционная классическая обзорка «Красная площадь Крема» и «Воскресенье Царицыно». И понедельник, коллеги, я прошу прощения, в этой презентации у меня есть небольшая ошибка. Я обязательно исправлюсь сейчас на словах и позже скорректирую презентацию. Понедельник – это тоже экскурсионный день, здесь этот визит не отмечен. В понедельник мы смотрим «Москва-Сити» либо «Панораму-360», либо «Музей Москва-Сити», «Музей высотного строительства Москвы». Это обе башни «Сити». Далее мы переходим к нашей последней, самой полной и длительной программе. Программа тур называется «Город чудный, город древний». Пять дней, заезд с пятницы также. И в программе, собственно, кроме, помимо всех уже знакомых достопримечательностей, то есть в пятницу у нас идет экскурсия по Замоскворечию и Третьяковской галереи, в субботу у нас обзорка, Кремль и Красная площадь. В воскресенье – это «Царицыно», понедельник – «Москва-Сити». И во вторник мы смотрим царскую резиденцию «Коломенская» с посещением дворца царя Алексея Михайловича. Усадьба в Коломенском – это тоже одна из древнейших резиденций российских государей. И там размещалась резиденция великого князя Василия Третьего, царя Ивана Грозного. А дворец царя Алексея Михайловича является уникальным, воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века. Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера. И, в общем-то, это тоже очень красивый, буквально сказочный исторический объект, где тоже можно сделать очень приятные такие памятные фотографии. И провести время и в парке, и прогуляться. И, в общем, это такое достойное завершение очень насыщенной экскурсионной программы пятидневного знакомства с Москвой. То есть мы посмотрим буквально всё. Это и художественная часть, и Москва вечерняя с теплоходной прогулкой, и Царицыно, и современные башни Москва-Сити, и завершим посещением Коломенского. Вот такая программа. Цена от 16,5 тысяч за человека с размещением в двухместном номере. Сейчас я на несколько слайдов вернусь назад и расскажу буквально в нескольких словах, что же это за продукты Москва день за днём и Московская история. Почему я их выделила отдельно? Потому что здесь мы говорим не только о турах на выходные дни, эти программы, к которым можно присоединиться в любой день недели. Что касается день за днём программы. Сейчас мы выделяем буквально часть уикенда, да, и уикенд, допустим, начиная с четверга. Мы здесь представили объекты показа. Это четверг, это ВДНХ и музей космонавтики. Пятница, Третьяковка, Москворечьем. Суббота, Обзорная, Красная площадь, Кремль. Воскресенье, Царицыно, понедельник, Панорама или музей Москва-Сити. Но у нас также есть возможность присоединиться к этой программе в понедельник. Во вторник мы смотрим Коломенское. Мы говорим про среду. В среду это пешеходная экскурсия по Арбату. Очень красивая такая символичная для Москвы улица. Прогулка от Арбатских ворот до Смоленской площади. Такая очень атмосферная экскурсия по местам, где любили проводить время великие литературные деятели. Это пешеходная улица. Там всегда много музыкантов, художников. И атмосфера совершенно особенная. Это символ старой Москвы. В четверг это день, посвященный ВДНХ и музею космонавтики. ВДНХ также объект для Москвы очень знаковый. Помимо того, что это просто невероятно колоритное место для их самостоятельных прогулок, сейчас там самый большой каток расположен. Очень многогранный, так скажем, это объект для Москвы. И там расположено огромное количество музеев самых-самых-самых разных. Но вот мы смотрим ВДНХ в сочетании с музеем космонавтики именно. Музей космонавтики – это один из крупнейших научно-технических музеев мира. И история музея началась во второй половине XX века, когда в 64-м году появился на карте Москвы монумент покорителям космоса. Во время экскурсии туристы узнают очень многого об истории советской и российской космонавтики, о проектах Циолковского, о становлении космической отрасли в СССР, о основоположнике космической отрасли и космонавтике Сергея Королёве, о первых спутниках Земли, полетах на Луну, космодромах, современных ракетах-носителях. Все вот это вот очень интересные объекты, представленные во время экскурсии и в сопровождении гида. Причем это очень информативная и такая очень познавательная экскурсия, нравится. И взрослая аудитория, и детская аудитория, и в школьные программы мы ее также включаем. Это вот то, что не попадает в те программы выходного дня, которые мы уже рассмотрели в классике и в эконом-турах, в ДНХ, в музеях космонавтики нет, в Москве день за днем, да, есть. Ну, в общем, про Москву день за днем еще раз я повторюсь. Суть в том, что можно присоединиться в любой день недели и на любое количество дней. Можно заехать с понедельника по воскресенье, можно заехать с понедельника по среду, можно со среды по субботу. И, в общем-то, это все очень гибко двигается. Цена фиксируется именно на количество дней. То есть, какие бы дни программы вы не выбрали, будет одна и та же цена именно на конкретное количество дней. И другой продукт, про который я хотела бы рассказать, называется «Московская история». Это программа с загородной экскурсией в Сергеев-Пасад и Переславль-Залевский. Переславль-Залевский добавляется у нас на летний период, Сергеев-Пасад круглогодично. Значит, минимальное количество дней в этой программе – это три, с пятницы по воскресенье. И далее это тоже такой некий, ну, как матрешка, немножко конструктор. То есть, можно добавлять дополнительные дни. То есть, можно делать эту программу с четверга по воскресенье, и тогда мы захватываем четверг с объектами, про которые я уже рассказывала, в Эденхай-Музе и космонавтике. Можно добавлять среду, сделать заезд со среды по воскресенье. То есть, в этой программе у нас выезд всегда в воскресенье. А вот заезд может варьироваться, начиная с пятницы и добавляя количество дней. То есть, с четверга по воскресенье, со среды по воскресенье, со вторника по воскресенье и с понедельника по воскресенье. Вот такая интересная концепция. Очень пользуется популярностью, и вот в ней уникальность, собственно говоря, это вы знаете, экскурсия в города Золотого кольца ближайшие, которые, эти визиты в остальные наши сборные туры не включены. Они есть только именно в московской истории. Давайте я сейчас перейду. Про объекты мы с вами уже достаточно поговорили. О чём мы ещё не поговорили, это про наши отели. Отели для сборных туров основные. Это «Космос», это левая верхняя фотография, трёхзвёздочная гостиница. Когда-то она была четвёркой, и на самом деле, возможно, по номерному фонду она сейчас на уровень три, именно три. Но по инфраструктуре она вполне остаётся такой, очень, очень, скажем так, одной из лучших туристических гостиниц Москвы. Её очень любят. Она расположена напротив ВДНХ, прямо около метро. Это буквально три станции от центра, от Китая города, это Красная площадь. ВДНХ прекрасный парк расположен прямо напротив. Всегда можно найти, чем заняться, даже если у тебя свободные дни. И вот часто туристы так и делают. Какие-то базовые экскурсии берут, например, эконом-туры с размещением в космосе. Это очень такой приятный эконом и очень насыщенный вариант. Очень хорошее питание в космосе. Хороший ресторан «Калинка» на первом этаже. Следующий объект, в котором мы делаем размещение, это четырёхзвёздочная гостиница сети «Холидеин», «Холидеин Сущевка». Сущевский. Он расположен примерно в том же районе. Это метро «Рижская». Это на две станции ближе, чем ВДНХ, ближе к центру. Но мы эти гостиницы объединяем в рамках сборных туров. То есть мы даём варианты размещения трёхзвёздочного в гостинице «Космос» или четырёхзвёздочного размещения в гостинице «Холидеин», а также в гостинице «Азимут Олимпик». Это ещё одна четырёхзвёздочная гостиница, которую мы предлагаем. Она расположена на проспекте «Мира». Это уже совсем центр-центр. Та же самая рыжая ветка метро, та же самая улица, проспект «Мира». Поэтому очень удобно, гармонично они сочетаются в рамках сборных туров, поскольку это сборник с несколькими объектами размещения. Что касается ещё альтернатив по размещению, есть гостиница, в которой мы также предлагаем пакеты, называется «Парк Тауэр». Это бывший отель «Молодёжный». Сейчас у гостиницы «Статус четырёх звёзд». Это такая очень бюджетная четвёрка для, скажем так, тех, кто предпочитает такой более уединённый и экономичный вариант размещения. Это примерно тот же район Москвы, но соседняя ветка метро. Это серая ветка метро «Тимирязевская», «Дмитровское шоссе». Также в наших турах можно делать размещение на базе гостиниц сети «Максима». Это «Максима Славия» и «Максима Заря». Но я бы, я на самом деле прошу прощения, эти гостиницы не совсем относятся к нашим сборным турам, потому что из-за своего расположения это не совсем такой центральный район, метро «Окружная» и метро «Владыкино». Это всё-таки подальше, подальше, не так близко к центру. И эти гостиницы мы чаще используем не в рамках сборника, а в рамках для организованных, закрытых, школьных, бюджетных групп. Но это тоже очень популярные и достойные варианты размещения. Итак, я рассказала про наши программы, рассказала про популярные самые объекты, рассказала про наши гостиницы. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат, или мы, наверное, с Татьяной придумаем какой-то формат, как я могла бы на ваши вопросы позже ответить с её помощью. Если вопросов нет, я тогда буду передавать слово Татьяне. Татьяна, какие экскурсии? Да, спасибо огромное, Екатерина, очень было интересно. Я думаю, что всем понравилось, более как бы мы подробно узнали, что же включены в эти программы. Я думаю, что вопросики всё равно появятся, но чуть позже, если я, например, сама не смогу на них ответить, в любом случае на связи. Большое спасибо. Ну и, в принципе, может быть, в конце вебинара ещё кто-то что-то напишет, пока думает. А я тогда, наверное, перехожу уже к подбору тура, как найти эти туры. Спасибо. Я тогда прощаюсь. Да, ну вы, если можно, да, посмотрите. Сейчас я хочу, чтобы вы проверили потом, когда я переключусь на браузер, да, видно ли именно презентацию, ну не презентацию, а сам браузер, да, чтобы не было там каких-то там проблем, да. Так, вот вопрос, кстати, появился. Завтраки входят в вопрос. Завтраки, насколько я знаю, да, входят в эти туры, но опять же, да, нужно смотреть. Возможно, там мы с обедами, да, Екатерина? Екатерина отвечает, вижу, да. Так, давайте тогда переходим, да, я переходила. Да, поскольку вопрос был про программу, я буквально два слова. Все гостиницы, всё проживание на базе завтраков. Конечно, завтраки входят всегда. Что касается обедов, у нас есть детские программы, в которые мы обеды включаем. Здесь я их не презентовала, но вот питание именно для детских у нас, взрослые, без обедов. Спасибо большое, да. Так, смотрите, я переключаюсь, значит, на подбор и бронирование тура с сайт fstravel.com. Так. Так. Подскажите, пожалуйста, видно ли сейчас вот браузер, открытая страничка сайта fstravel? Значит, переключу, чтобы посмотреть ответ. Угу. Всё, отлично, есть. Так, значит, что касается подбора туров, как найти нам туры выходного дня в Москву. Значит, переходьте на сайт fstravel.com. Туры выбираем на выходные. Загружается страничка, да, потом у нас подбор. Выбираем интересующий нас регион, да, можно не выбирать ничего, да, но сейчас у нас, ну так, у нас вебинар, посвященный на туру Москвы, выбираем Москву. И, например, даты, да, например, здесь доступно на две недели, да, период, то есть, ну, например, 29 января по 4 февраля. Количество ночей можете оставлять 1-6. Так. И два туриста, да, если вам нужен 11 человек, да, то, соответственно, играйте один, либо с детьми, да, сразу вам программа посчитает четкие стороны. Так, вот какие у нас есть туры Москвы. То, что Екатерина нам сейчас рассказывала, да, Московский экспромт, выходные в Москве, прогулка, сюжет, ультенка, история, покажите нам Москву, москвичи, город чудный, город древний. Вот, вы сразу видите стоимость за 2 их, если вы, или 2 человека, да. Чтобы посмотреть программу, а еще такой момент, но я чуть позже об этом скажу, конечно, да, но еще один момент, что касается акции, да, чтобы вы понимали, если есть вот такой значок 20% в мире, это значит, что данный тур от 2 ночей, он участвует в акции Кэшбэк, за туры по России. Это не только Москву касается, в принципе, да, любого региона. Далее, чтобы посмотреть программу, вы нажимаете либо, значит, на кнопочку вот сюда, да, в корзину, либо вы можете, в принципе, правой кнопкой мыши открыть ссылку в новой вкладке, и сразу, не разбивая, да, ваши настройки, сразу попадаете в эту программу. И видите, да, что входит в стоимость, сейчас покажу, да, здесь кратенько написано у нас, да, что два дня, одна ночь, заезды когда, и, соответственно, можете либо здесь нажать подробно, да, и вы переключаетесь уже в более подробную программу тура, где расписано все по дням. И далее, что включено в стоимость, да, и что оплачивается дополнительно. Это у нас всегда во всех турах описывается. Чтобы посмотреть цены, переключаемся на вкладку цены. Выбирайте, в принципе, если вы вдруг там решили другой, да, там диапазон дат посмотреть, можете переключиться, выбрать здесь уже в календаре другие даты и посмотреть, какая будет стоимость, да. Плюс также вдруг передумали какое-то там, не знаю, ну, то есть в любом случае, если вы переключились сюда, выбрали другое количество ночей, и вам может быть даже другой, да, на какие-то даты, которые вас интересуют. Ну, то есть такой гибкий подбор. И вот они, цены, да, гостиница «Космос», «Холиды Ин». И обратите внимание, да, что здесь вот есть стандарт размещения, номер стандарт, номер бизнес. А чтобы посмотреть сразу, в принципе, можете сразу выбрать тип номера, да, все доступные, какие есть в рамках данного тура, категории, да, номеров, и тип питания. Ну, здесь у нас везде заповеди. Ну, а здесь уже, как бы, например, хотите, вперед, да, собираем еще. Вот, там выходит «Азимит Москва Олимпик». Цена за двоих, как я вам говорила. Если же вы поменяете здесь на стройках другое количество человек, соответственно, у вас стоимость поменяется. Это что касается... Так, на карте мы можем посмотреть, да, где находится этот отель. «Космос», да, мы выбрали изначально «Космос». Так, далее. Так, что касается подбора. Также по другим турам. Плюс у вас есть очень удобный фильтр, да, вы можете выбирать по категории отеля, можете выбирать по типу питания, если будет здесь несколько вариантов, да, то, соответственно, можете выбрать, например, «Только завтрак», да, «Только завтраки выбирать», «Только обед», «Только полупансион». Также по типу отдыха. В данном случае это экскурсионные все туры, да, но если вы находитесь в общем поиске, где вы даже не выбираете еще регион, да, то, соответственно, у вас здесь может быть огромное количество других вариантов. Это и спа-туры, и активные туры, да, семейные туры, разные-разные гастрономические. Вот это я вам как ориентирую, да, еще дополнительно скажу. Далее, что касается подбора тура на агентском сайте. То есть я вам рассказала, чтобы вы были в курсе, что есть вот такой, да, у нас FS Travel. Это для частников сейчас, для B2C. Для B2B у нас пока сайт Agent2ru. Вы переходите непосредственно вот так, да, попадаете на эту страничку, и, соответственно, вот так. Нажимаем на поиск тура. Нажимаем на поиск тура. Здесь мы выбираем обязательно туры без перелета, динамические пакеты, да, об этом я каждый вебинар рассказываю, как найти именно туры выходного дня. Далее, тип тура. Можно выбрать туры выходного дня. Можно, в принципе, не выбирать. Если вы знаете название тура, то можно его сразу бить сюда. Выходные маски. Тут все по вот этим, да, все, что относится к выходным, ну, то есть по всем словам, то есть сразу можете выбрать определенный тур и, соответственно, увидеть, по каким дням, по субботам, да, походит этот тур. И вот мы уже не зайдем до конца апреля. И на 12 февраля. Либо диапазон можно посмотреть. Искать. Вот открываются вам эти туры. Аналогично, как и на сайте Fast Travel. Вы можете посмотреть программу тура, просто переходя по вот этой ссылочке, да. И здесь то же самое. Описание, что включено, что оплачивается дополнительно. И даты. Так, забронировать, как вы знаете, переходя в корзину, можно, да. И, соответственно, если же вы, например, ну, не знаю, да, какой вы тур хотите, просто хотите имбрать туру в Москве, выбираете туру выходного дня, выбираете далее. Так, заезд. Так, ну, например, может быть, здесь 12 февраля по 26 февраля. Вообще здесь можно месяц полностью выбирать, да. Так, и количество ночей, например, от 1 до 3. Нажимаем искать. И когда у нас загрузился весь список, тогда уже сейчас, вот чтобы у нас ничего не сбилось, да, мы сейчас уберем Москву. Ожидаем. Так, загрузилась. Теперь мы должны выбрать именно Москву. Москву. Нанимаем искать. И вот они все туры, которые возможны, да. Тут не только, да, которые, Екатерина, у нас еще есть несколько, несколько туров однодневных, да. То есть, ну, все возможны, да. И в том числе то, о чем рассказала нам Екатерина сегодня. Все-все-все варианты вы здесь видите. Можете по цене сравнить, да, как-то там по ночам, 1, 0, 2, что выгоднее, что интереснее, что по программе интереснее. Всегда можете перейти на описание, то есть, да, есть туры, которые в процессе, да, ну, таких уже мало, да, остается там, где нет еще описания. Тогда эта вкладочка будет неактивна. Но в любом случае мы стараемся, мы добавляем новые-новые туры, поэтому этого не избежать, да. В любом случае они появятся. Так. Так, далее. Это, что касается подбора. Можно пока закрыть. Также вы можете переключиться с баннера. Дальше я вам покажу баннер по туру выходного дня. Вот, туру выходного дня. И, соответственно, при переключении на этот баннер вы видите всю информацию про туры, как подобрать. Соответственно, вы также попадаете на поиск. Подобрать тур, посмотреть все программы. Вот. Что касается акций, чуть позже расскажу. И, соответственно, какие туры, в общем, да, написано, какие туры у нас присутствуют. Можете подробно потом ознакомиться. Так. Что касается... Так. Это то, что касается подбора. Так. Сейчас я постановлю. Переходим на презентацию. Так. Про Agent Puru подбора я вам рассказала. Что касается акций. Какие у нас действуют сейчас акции. Наша, можно сказать, постоянная акция. Это расширенная медицинская страховка Ингострах на сумму 480 тысяч рублей в подарок. Включена в стоимость тура и в турах от одной ночи. То есть, если это тур на один день, да, соответственно, страховка не будет включена. Да. Если же тур от одной ночи, уже это два дня, то, соответственно, она включена, да, и, соответственно, вы ее доставляете туристам. комиссия за все тура выходного дня у нас подоговно. И еще одна акция, которая сортовала 18 января, думаю, все уже в курсе, это кэшбэк 20% за туру по России при оплате карты нет. Заезды по 30, ну, соответственно, уже сейчас, да, уже с этих дней, с 18 января и по 30 апреля, а также у нас в ближайшее время появятся туры на ретро-посте, которые стали очень популярны, интересны, туристам они нравятся, и по Золотому кольцу, и в Казань, и Великий Новгород, Псков, Карелия, то есть вот это все появится в ближайшее время у нас также на сайте и на эти, то есть также распространяется кэшбэк, потому что это поезд, да, размещение в поезде, оно также участвует, и на заезды по 1 июня, то есть более, более большой, да, вот период, когда вы можете забронировать эти туры, и сроки акции и бронирования оплаты это до 12 апреля 2359 в Казаньсковском время. Участвуют все туры от двух ночей обязательно в классифицированных гостиницах. У нас все гостиницы, которые размещены, они, мы все их проверяем, соответственно, они все квалифицированы, и от одной до пяти звезд, и даже без звезд, если это есть на сайте классификации туризма, если это гостиницы там присутствуют. Более подробно, да, можете перейти по ссылке, сейчас я, давайте, хотите, перейду, покажу, где это посмотреть, fs-travel.com кэшбэк, и также на агентском сайте, да, но я думаю, что все это знакомо, все видели, так, так, касса экрана, сейчас еще раз покажу экрану, так, это, я понимаю, что все появилось, так, что касается вопросов, я вижу, да, написали, чуть позже, я вот сейчас закончу, да, рассказываю, так, сейчас мы переключаемся на браузер, подскажите, пожалуйста, видно, да, страничку опять с сайта, так, скажите, видно страничку, я переключаюсь, так, думаю, что видно, значит, смотрите, что касается, так, сейчас, возвращаясь на главную страницу, касается, условия акции, вы можете посмотреть это, либо, вот видите, бегущая строка, да, переходите по ссылке, попадаете на страницу Procashback, и все, все, все подробно, да, и все подробно здесь у нас написано, да, какие четыре шага, сроки акции, подробные правила, так, подробные правила, документирующие документы, все, все, все подробно можете изучить, посмотреть, на агентском сайте, соответственно, это тоже у нас бегущий стакан, да, сейчас, подробнее, баннер, так, бегущий стакан, ну, или, через баннер, да, подпись, и аналогично те же условия, как посмотреть, еще здесь более подробно уже написано, да, как вы хотите оплатить, карты, не знаю, тогда будет возвращен кэшбэк, 20%, не более 20 тысяч, и, что касается, так, так, вот, я буду остановить, думаю, что про кэшбэк все понятно, тем более, это не первый раз эта акция у нас, да, продлевается, но, в любом случае, если будут вопросы позднее, давайте мне пишите, ответим, так, и еще, что хотелось сказать про, так, помимо, туров в Москву, да, я как говорила, что есть туры в другие регионы, об этом забывать тоже не нужно, да, вот, в том числе, есть уже туры на Масленицу, это 5-6 марта заезды, туры на 14 февраля, день всех влюбленных, на 23 февраля, день защитника отечества, на 8 марта, в процессе добавления туров на майские праздники, и этот список постоянно пополняется, в общем, в любое, ну, то есть, можете смотреть по датам, диапазон выбирать дат, да, либо, в принципе, некоторые туры так и называют, 23 февраля Санкт-Петербург, да, Масленица в Костроме, ну, то есть, вы можете по этим так же словам искать и подбирать. Далее, что касается новинки, о которой я говорила, да, новинка это автотуры, для тех, кто любит путешествовать, самостоятельно объехать лучшие места России, мы предлагаем уже готовые туристические маршруты, путеводители с информацией обо всех достопримечательностях, знаковых местах, лучших ресторанах, кафе. Сейчас уже доступны, так, сейчас я покажу, где это посмотреть, опять же, я переключаюсь на, пока с экрана, чтобы было более понятно, так, где это найти, на странице «Актостревел» и на агентском сайте. Выбираете так же «Тур», «Актотура». Попадаете на вот эту же страничку, что вы сейчас видели, да, на презентации. Здесь перечислены, в каких городах, да, есть у нас уже путеводители, можете выбрать здесь, «Актора», «Актора», можете здесь полистать, можете посмотреть здесь, да, посмотреть, показать еще, то есть, ну, достаточно так приличный уже список, и, соответственно, что мы можем посмотреть, например, хотим поехать, знаете, поближе, «Актора». 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 что мы смотрим, то есть по пути вам будет прилагаться, здесь вы можете заехать сюда, здесь вы можете перекусить, здесь вы можете посмотреть такой-то музей, посетить, то есть очень интересно и планирует путешествие сам, по сути, ездишь в удобном формате, не зависишь от автобуса, не зависишь от группы, ездишь на своей машине и, соответственно, знакомишься с городами. Многие могут спросить, зачем нам нужен этот путеводитель, но для чего, ну чтобы не искать в интернете, не тратить много времени на подбор, что посмотреть, где перекусить, что интересного, то есть здесь вы все более подробно сможете найти. Представлено описание всех объектов, музеи, местонахождение, график работы и даже цены указаны. Также это еще не все. Получается, что, ну как я и говорила ранее, да, что по пути вы, конечно же, можете проголодаться и поэтому собраны определенные рекомендации по кафе, ресторанам, куда можно загрузить, именно по дороге, да, как вы едете. Гид, который вы приобретаете, можно не только распечатать, но также используется на любом мобильном устройстве. Что же входит в эту стоимость, да, это удобный PDF-файл с описанием, адресами, фотографиями, достопримечательности, самые запоминающиеся места, которые необходимо посетить, да, во время вашей поездки. Интересные вкусные кафе, рестораны, интерактивные маршруты, маршруты на карте Google для более удобного передвижения по местности. Так, это что касается сайта F-Strev, где посмотреть. Теперь переходим на сайт Agent.ru. Смотрите, дополнительные услуги. Купите услуги отдельные. Ну, переключаемся на страничку другую, да, и здесь вы можете выбрать категорию, я думаю, всем это знакомо. Здесь вы бронируете строковки, прокат авто, сертификаты, различные экскурсии, да, то есть это все вам знакомо. Лабораторный тест, новогодний ужин, который был именно, да, популярный. Вот, и также здесь и путеводители, да, у нас есть путеводители по странам. И также есть автотуры. То есть категорию выбираем автотуры, выбираем направление из тех, что представлено здесь, да, можете выбрать любой. Например, Санкт-Петербург. Дата. Ну, дата, там, когда вы хотите поехать, 28 января, да, ну. Так. Санкт-Петербург. Вот варианты на 2-3 дня маршрут и на более длительный такой маршрут, это на 7 дней. Ну, уже затягивает и Юргатскую область. Либо вы хотите поехать что-то поближе, да, Суздаль, Ярославль, Кострома, Владимир, Ярославль, да. Так же, вот, да, Рыбинск-Ярославль на 2-3 дня или Ярославль-Костромскарль. Здесь количество туристов выбираете, потому что вы любите вас взрослые. Вот вам и стоимость за этот автотур, за этот маршрут, соответственно. Так, думаю, всё, на этом, я думаю, можно по-моему, автотуру заканчивать. Ничего сложного, всё понятно. Так. Далее. Вот я вам рассказала, где найти. Где найти. Так, всё, на этом, в принципе, моя часть тоже завершена. Да, в любом случае, будут вопросы, пишите на почту Микен, собачка.туру, звоните по телефону. Вот, и мы с радостью ответим. Так, что касается вопросов. Так, что касается вопросов. Давайте посмотрим, на что мы не отвечали. Так, можно ли присоединиться экскурсиям, например, в программе «Москва день за днём», но без проживания в гостинице. Так, ну, на этот вопрос, я думаю, Екатерина, может быть, нам тогда ответят. Екатерина, в чате, если сможете. Сейчас нам включится. Я думаю, что вы не отключались ещё. И далее, потом перейдём к другим вопросам. Потому что, насколько я знаю, у нас только с... Только с проживанием, да, у нас стоимостью, но были такие моменты, когда туристы просили за границу экскурсии, но это не в рамках Москвы было, это другие регионы были. Так, Екатерина здесь. Так, Ланька, давайте тогда пока перейду к следующим вопросам. Так, этот мы сейчас тоже обсудим. Как посмотреть, какие туры входят в админ? На агентском сайте, да? Именно на агентском сайте. Ну, насколько я знаю, вот на ФС это точно у нас, да, уже доработка, что там все туры, которые подходят под акцию, указаны. Вы видите этот, да, видите этот значок. Что касается сайта... Так, раньше такой у нас не было. Сейчас, давайте секундочку, я быстренько посмотрю. И если найду сейчас, то вам сразу же покажу. Так, секундочку. Так, пока... К сожалению, смотрите, на сайте, в поиске... Сейчас, давайте я переключу экран, чтобы вы тоже видели. Так, переключаюсь. Так, вот, смотрите, здесь такого значка я не вижу, да. Я думаю, что это в доработке, возможно, появится. Но также могу сказать, что можете переключаться. Здесь баннеры, да, с главной страницы. Так, главной страницы, кушбек. Так, кушбек. И здесь, смотрите, туры по России ниже туры выходного дня. То есть все туры, которые, ну, практически все, которые уже, да, были добавлены, мы включаем вот в этот блок, добавляем эти туры сюда, например, Москва, да, тоже. Вы попадаете сразу на поиск. Ну, соответственно, эти туры, вот они 2-3 ночи, они участвуют в акции кушбек, 2-3-4, да. Вот, то есть при переходе с этой странички вы попадаете сразу в поиск и видите, что, да, эти туры участвуют в акции кушбек. Этот список постоянно пополняется, то есть в любом случае, как только поменятся новые, мы всегда их добавляем сразу и, ну, ориентируйтесь. То есть, да, ну, в любом случае имейте в виду, что если в рамках вот этого заезда, да, по 30 апреля, да, если это туры, либо по 1 июня, если это ретро-поиск, то именно от 2 ночей, то, соответственно, этот тур участвует в акции. Так, следующий вопрос. Можно ли еще раз, так, по какой вкладке путеводители? Так, автотур вы имеете в виду, да, или и путеводители, и автотура. Путеводители это просто равно, у нас есть Европа, Турция, да, еще какие-то страны тоже были добавлены. И, соответственно, автотур это такой маршрут больше, да, это вообще не путеводители, это маршрут. Так, где посмотреть, вы хотите еще раз, да, сейчас, секунду. Еще раз. Где? На агентском сайте, получается, да. Если это на агентском, дополнительные услуги. Вот, дополнительные услуги, Agent2.ru, его сайт. И нажимайте купить услуги отдельно. Попадаете на эту страничку, где автотуры. Здесь уже выбираете регион, количество человек, дату. Если же вопрос, где посмотреть на FFs Travel, то вы переходите в вкладку Туры, автотуры. И также здесь можно посмотреть описание. Обробно все вот записано. Коррекулярные направления и массовые писания. Так, думаю, что на этот вопрос я ответила. И еще я вижу один вопрос. Какие экскурсии только для школьников? Это я вижу в чате в другом. Так, смотрите. Что касается школьных групп, то такие мы конкретно не проводим. Вот. Да. Ну, такой регламент. Так. Так, следующий вопрос. Зачем нам два сайта? Смотрите, в любом случае, скоро будет переход. Да, ну, не скоро, но, может, в ближайшее время, да, будет переход уже непосредственно всех на FFs Travel. Поэтому я вам заранее показываю и работу сайта, это, с travel.com, который для B2C, да, сейчас, и Agent2.ru, который для B2B. Чтобы вы умели пользоваться там и там, искать, да, ну, всегда так. Чем больше знаешь, тем лучше. Вот. Быть готовым, чтобы потом вы перебудете. Так, что, кстати, вопросы, на которые, так, мы ждем ответа от Екатерины. От Екатерины. Так, пишите еще вопросы, если есть, сейчас тогда ответим быстренько. Без гостиницы, да, без проживания в гостинице. Так, сейчас секундочку, Екатерину спрошу. Так. Так, ждем ответа, сейчас Екатерина нам ответит. По поводу программы «Москва день за днем» без проживания, возможно ли? Или все-таки, в любом случае, гостинку мы бронировать должны. Минуточку, сейчас будет ответ. Так, Екатерина отвечает, что готовой цены нет, да, но в любом случае, ну, это, в теории, в принципе, возможно, да. И присоединиться, по сути, только к экскурсиям. Если будут такие запросы, вы тоже присылайте, мы обязательно в индивидуальном порядке рассмотрим и также предложим варианты, ну, выходи с экскурсиями, да. В принципе, мы гибкие, да, находим варианты всегда. Ну, у Екатерины есть сборные экскурсии без проживания, да, не делать сборные экскурсии без проживания. Так же, как вот она и рассказала, да, в зависимости от дня недели, когда он приходит к экскурсии. Так, если есть еще вопросики, можете задавать сейчас, либо можете писать нам на почту, позвонить, мы рады всегда ответить, я и моя коллега, Ирина, вот, так что если нет вопросов, то всем отличного дня, хорошего настроения, впереди замечательных выходных, да, всегда мы желаем замечательных выходных, потому что мы занимаемся турами выходного дня. Вот, отдыхайте и ждем, конечно же, много заявок от вас. Всем спасибо. Да, если вопросы будут в процессе бронирования, конечно, пишите, да. Сохраните почту Викенса, пачка Пурина. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok